Я являюсь профессором в Ашире. На самом деле, в основном, я генеральный директор консалтинговой компании, которая занимается организационным консультированием. В последнее время я принимаю участие в активностях, связанных с устойчивым развитием. При Московской торгово-промышленной палате созданы гильдии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. И в рамках этой гильдии я являюсь руководителем рабочей группы по скандертизации. Кроме того, Россия в 2020 году должна представить в ООН национальный отчет по достижению цели устойчивого развития. Ответственным от правительства Российской Федерации является господин Суанов. Инструментальную работу по созданию отчета ведет аналитический центр при правительстве Российской Федерации, который создал у каждой из всем вам известных 17 целей тематические рабочие группы. Вот я принимаю участие в работе трех вот таких вот групп, и в одной являюсь заместительным руководителем. Вот это вот самая тематическая рабочая группа. Несколько слов по поводу, что же имеет в виду ООН, когда предложил вот эту вот свою программу. Значит, уважаемые коллеги, мы должны с вами понимать, что мы живем в мире, в котором вынужденно происходят две революции одновременно. Первая революция научно-техническая. Официально ее начал в 2006 год. Это продекларированный документ европейского сообщества. Там же написано, что эта революция изменит не сильнее, чем все предыдущие промышленные революции. Возникнут новые бизнес-модели, инжиниринг, обучение, образование и так далее начнут строиться на совершенно новых принципах, а на рынок выйдут товары и услуги. Понятно, что давайте с вами вспомним, что все предыдущие научно-технические революции сопровождались колоссальными социальными изменениями. Да, вот научно-техническая революция начала 20-го века, то есть создание массового производства, породила социалистическую революцию. Ну, там и так далее. То есть, социальные процессы, они не обязательно способствуют, с одной стороны, и являются следствием, с другой стороны, научно-технической революции. Почему? Она высвобождает массу людей, которые раньше в экономике активно участвовали, и им, вообще говоря, надо что-то делать, потому что иначе они взбунтуются и просто все снесут. Стало быть, первая из идей программы устойчивого развития, значит, это поддержка и, как бы, минимизация последствий вот этой вот самой научно-технической революции. Да, вы знаете, что переначалось еще с цели миллениума. Да, это был первый шаг. Значит, 15-й год и повестка дня до 30-го года – это второй шаг, уже расширенный, дополненный. Первый пик про научно-технической революции – это примерно 22-й, 23-й год. Считает, что рынок обновится процентов где-то на 30. Начнутся первые социальные последствия. Вот Европа совершенно серьезно считает 25-му году профессия водителя большегрузов, она исчезнет. Они сейчас активно строят выделенные трассы, в котором роботы поведут вот эти вот самые траки большегрузов. Ну, выделенные, чтобы не мешать с обычным трафиком, потому что, значит, там, как сами понимаете, ПШБ. Вот. А это, извините меня, миллион людей, которые этим занимают. Значит, куда они должны деваться? И вот тогда возникла первая идея. Кроме обычной экономики, ну, условно говоря, желтой, потому что желтый цвет золота, цель обычной экономики всех участников – это извлечение прибыли, должны возникнуть еще равнозначные красная и зеленая экономики. Зеленая, то есть экологическая, красная, то есть социальная. Вот эти вот экономики должны поглотить тех людей, которые высвобождаются при преобразовании желтой экономики под идеями научно-технического развития. Значит, это первая посылка. Когда мы рассматриваем с вами ЦУР и ООН, да, и почему вот они ровно такие, какие они есть, мы вот это вот должны очень четко иметь в виду, потому что иначе будет непонятно, почему вот это. Вот почему вот это сформулировали, а там чего-то другое не сформулировали. Вот отсюда вот эта вот триединная задача и еще целый ряд других шагов. Второй ключевой момент. Мы должны понимать, что в мире есть несколько мировых проектов. Значит, есть вот этот вот глобалистский проект, который, как недавно во вслышании заявил наш президент, да, вот потерял свою эффективность и близится к завершению. Да, весь остальной мир сказал уф, слава богу, нашелся кто-то смелый, который сказал это вслух. Потому что, собственно, это было понятно, да, но вот сказать никто не решался. Альтернативный проект – это тот, который, судя по всему, будет выстраиваться. Детали, вот посмотрите ролики политологов и экономистов, которые про это рассказывают. Я не буду вдаваться в детали, но это мир макрорегионов. Вот макрорегион строит Китай, один пояс, один путь. Макрорегион строит Трамп. Вот. Чего это будет? Что они охватят? Какая вот здесь вот позиция Европы? Какая позиция России? Ну, никто еще до конца не договорился, но активно строится. Есть третий проект. Значит, если первые два – они идеологические, то есть под ними есть идеологическая подкладка, то вот этот вот третий проект – это проект инструментальный. Это означает, что он может быть использован в любом из этих вот идеологических проектах. Ну, кстати говоря, может и использоваться сам по себе. Это именно проект устойчивого развития ООН. Он включает в себя три базовых компонента. Первый компонент – это всем известные вам цели устойчивого развития. Второй компонент, про который у нас нередко забывают. Для того, чтобы достичь целей, необходима определенная степень мобилизации. И у ООН, значит, есть программа глобальной договоренности, так называемый Global Compact, и модель менеджмента глобальной договоренности. Это означает, что только если в работу включаются поголовно все. То есть власть, бизнес крупный, бизнес малый и средний, гражданское общество, всякие общественные организации, все поголовно, инициативные граждане. Вот тогда вот это вот все можно свернуть. Если они в рамках этих целей устойчивого развития совместно работать не будут, то ничего не получится. И ООН в соответствующих документах об этом совершенно открытывается. Значит, я вас призываю посмотреть вот эти документы на эту тему, которые на сайте ООН выложены, в том числе и на русском языке. Там есть обращение, например, ООН к представителям бизнеса, в котором вот эти моменты рассматриваются. Третий момент, ключевой. Третий ключевой момент – это новая концепция национального богатства. Значит, если раньше мы под национальным богатством понимали богатство экономическое, и когда у нас была одна желтая экономика, это было как бы нормально, когда мы еще пытаемся пристраивать зеленую и красную, это маловато будет. Поэтому новая концепция национального богатства включает в себя природное богатство, леса и болото, и пруды, и озера, и рыбки, и всякие вот твари, и четвероногие там и прочее, и полезные ископаемые. Ну вот, вот все, что матушка природа нам дала. Следующий момент. Национальное богатство включает социальный капитал, человеческий капитал, а ценности, если раньше, что такое российские ценности? Ну, это то, что вот в Гохране хранится, вот наши золото-валютные резервы, там и прочее, включаются сюда культурные ценности, и включают сюда моральные ценности. Потому что уровень морали, да, без определенного уровня морали невозможно решить задачу вот этой вот самой мобилизации и глобального сотрудничества, а без этого невозможно достичь вот этих вот самых ценностей. Значит, новая концепция национального богатства позволяет сделать несколько вещей сразу. Ну, первая вещь понятна, это посчитать. ООН совместно с международным... С МВФ, да, то есть с Всемирным банком, с Всемирным экономическим форумом в Давосе разработала систему национальных счетов. Причем вышло уже две редакции 2004 года и 2008 года. Ну, вот последняя, значит, самая полная, самая, как бы, всеохватная, это редакция 2008 года. Значит, ключевая идея какая? То есть мы считаем наше богатство во всех отношениях. Вот в Иркутске вырубили лес сейчас и продали в Китай. Как вот мы это с вами учитываем? Это прирост в желтой экономике мы создали в ВВП. Ну, то, что там левые порубки, нарушения всяких, это вот дело прокуратуры и так далее. То есть это не разговор экономики. Вот в этой вот новой экономике это что означает? Мы из одного счета, на котором учитывались вот эти вот лесные ресурсы, причем желательно их учитывать не по стоимости продажи, а желательно их учитывать по стоимости воспроизводства. А кедровник вырастить, это 80 лет, и сами понимаете, какие деньги. Вот мы из этого кармана природных перекладываем в карман обычной экономики и считаем мы заработали или наоборот потеряли. Понятно, что при такой порубке мы потеряли, ничего не заработали. Даже вот этот прирост как бы в ВВП, он получается отрицательный. То же самое и социальная сфера. Значит, следующий момент. Достижение целей устойчивого развития требует колоссальных инвестиций. Он говорит, что для того, чтобы эти инвестиции они сулят колоссальный выигрыш. По прикидкам это триллионы. То есть, с точки зрения ООН, значит, если страны перейдут на путь устойчивого развития, то мировое богатство вырастет где-то триллионов на 12-30-му году минимум. Это, согласитесь, большие солидные деньги. Для того, чтобы эти деньги получить, надо, естественно, определенные деньги инвестировать. Где их взять? Приложен механизм так называемых социальных и зеленых облигаций. То есть, в идеале, получается, как на системе национальных счетов мы все считаем. Дальше. Вот это национальное богатство мы имитируем деньги. Не обязательно в виде живых денег, в виде облигаций. То есть, обязательства. Значит, на эти облигации мы осуществляем проекты зеленые и красные. Поэтому и социальные облигации, и зеленые. Логично. Какой валютой наполняются эти облигации? зеленые. Вот, в том-то и фишка, не валютой, национальным богатством. Я вам напоминаю. Давайте так, национальное богатство, значит, страна, имеющая национальное богатство, имеет право на эмиссию, вот он, эмиссии мировых денег, да? Или нет? Или мы опять переходим? Вот, 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 все. Вопросы после. Что было написано на рублевой бумажке времен СССР? Обеспечивается... Всем национальным достоянием. О! Которое никто не считал. Никто не считал. Никто не считал. Он только один взялся. Вот, вот, моя роль, да, как человек, который погружен вот в этот вот самый процесс, рассказать вам, что на самом деле имела в виду ООН, когда предложила вот эту вот программу. Выводы, оценки, это ваше дело, не мое. Значит, мое дело, вот просто вам вот это рассказать, да? Почему? Потому что у нас, извините, вот про это все, как правило, не рассказывают. Вот про ЦУР еще рассказывают, а вот про всю вот эту вот архитектуру социальную не рассказывают. Значит, по поводу вот этой вот триединой задачи понятно? Для чего система национальных счетов служит? Нет, как раз это непонятно. Как раз это точно непонятно. Для финансирования зеленых и красных проектов. Ну и социальных и творческих. что, значит, у каждой системы должен быть фундамент, нерешеный. Так. Наша любая финансовая система, даже мировая, это решит то. Нет. Туда льется и выливается. Стоп, скажу неполиткорректную вещь. Ну, неполиткорректную вещь. Ну, скажу. Потому что это чистая правда. Как был построен фундамент военно-промышленного комплекса Германии в 30-е годы? На какие деньги? Вот ровно так же. То есть, Ялма Шахт, идеолог всего этого сделала, создал некомическую организацию, которая выпустила облигации. Дальше он провел совещание с лидерами немецкой индустрии и объявил, что все военные заказы будут оплачиваться вот этими военными облигациями. Потому что, понимаете, для того, чтобы финансировать проект, живых-то денег надо мало. У вас проект с метной стоимостью миллиард. А вам живых денег, которые нужны только на зарплату, надо там 15 миллионов. А все остальное вот это вот эти перетоки. Они могут делаться с помощью облигаций. Значит, если у нас есть с вами механизм некоторого обращения и таких облигаций, например, через налоговые скинки, то есть, вот его компания, например, может выкупить у тех, которые реализуют проект, и этими облигациями часть налогов своих заплатить. Мы получаем с вами совершенно замкнутый контур. Это не подсобие дело. Не подсобие? Стоп. ООН в открытую об этом не говорит. Но это схема, которая очень даже сработала и была использована как основа вот этой предлагаемой схемы зеленых и красных. Оценки ваши делают. Я вам докладываю механизм. Я специалист в области управления, значит, не политик, не экономист. Мое дело это механизм, и в механизмах я разбираюсь, поэтому я его вам докладываю. А вот оценки и прочее. Значит, что еще хочу вам сказать, уважаемые коллеги, понятно, что ООН очертила общие контуры архитектуры и общие контуры механизма. Засада, как обычно, кроется в деталях. Как обращаться в Нежэкономбанк, которому дано поручение, организовал выпуск зеленых облигаций и красных облигаций, то есть социальных и экологических. Да. И самые умные, которые все вот это вот, так сказать, расчуганы, уже на эти облигации реализуют проект. Вот в Московской торгово-промышленной палате был круглый стол, был один замечательный предприниматель из Нижнего Новгора, он все понял. Он уже сказал, вот когда как раз рассуждалась ровно эта схема, что я уже с ними законтачил, что все, вот я заявку написал, вот мне там полтора миллиарда на какую-то мусоропереработку, какую-то, не знаю, как выводить, вот получаю и строю и вожу и получаю. Значит, социальные и зеленые облигации, они еще выгодны кому? Регионам. Да, вот я, например, скажем, Нижегородская область. Значит, мне надо решить проблему мусора. Мне для этого нужно инвестировать пятьсот миллионов. А у меня в бюджете на эти цели 50 миллионов в год есть. Чего я делаю? Я облигации выпускаю, их инвестор покупает, я выплачиваю по те же самые 20 миллионов в год. Значит, инвестор получает процент выше, чем банки, то есть ему это выгодно. Я строю на это дело, я зато собираю все деньги сразу, потому что мне там привычные инвестиции надо вот из этих пятисот например 300 уложить сразу в первый год. Да, остальное там в оборотный капитал и прочее. Области выгодны, выгодны, они решили проблему за те же деньги, которые не решат жить. Не решат. Один. Один не решат. Значит, уважаемые жалейки, опять же, оценки, дело ваше, да, я вам докладываю механизм. Аналогично социально обязательства по облигациям Те не считают. Да. Кто несет обязательства? Межкаронбанк? В зависимости от схемы, по которой они выпускают. Значит, если они под областную программу, как вот этот, Межгородский, значит, он с областью договорился. То есть, на региональный бюджет вешается? Да. В бюджете есть статья. А кто наполняет эти облигации? Международный институт? Нет. Безоборно в порядке электрон. Нет. Фишка, фишка, опять же, эти облигации можно упускать двумя путями. Первый путь примитивный начальник. Как вы пустите сейчас. То есть, под бюджет и поиск инвесторов, которые, получая процент немножко выше, чем депозитный процент, выигрывают, а зато предприниматель получает деньги ниже, чем кредитный процент. за предпринимателя кто-нибудь соответствует государству, область, бюджет. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, есть сайт веба. Лучше всего написать туда, задать вопросы. Потому что это их кухня. Значит, для того, чтобы эти механизмы заработали, ровно так же, как для любого механизма, нужно огромное количество нормативных документов, регламентов, стандартов, стандартов взаимодействия, стандартов на совершенно конкретные вещи. Вот хорошо, мы говорим, что работают. Социальная облигация, социальная экономика. Как считать эффект социальной возвратной инвестиции? Да, есть международная метода. Social Retirement Invest. СРОИ, так называют. Попытки применить ее в России упираются в проблемы. Значит, надо адаптировать. А стало быть, адаптировать, выпускать стандарты. Вот мы, собственно, в гильдии устойчивого развития, в нашей рабочей группе космонавтизации ровно этим и занимаемся. Мы сделали стандартное требование к менеджменту качества для некоммерческих организаций, которые ведут социальные проекты. Мы сейчас делаем стандартно расчет вот этого СРОИ, социально-возвратные инвестиции. Но у нас там план такой, что не факт, что как бы стандартно строится. Если стандарта не будет, машинка не закусится. Что еще могу вам рассказать по собственному опыту? Значит, идеи ЦУР очень хорошо воспринимаются внизу. То есть, на уровне территориальных органов общественного самоуправления, ТОСов, так называемых, они четко понимают, чем они должны заниматься. Они даже понимают, что они, собственно говоря, ровно этим и занимались. Просто слов таких не знают. Потому что, если вы, извините, какой-нибудь там сельский ТОС, и от вас муниципалы километров пятидесяти, а вся реальная власть на вас, вот от всех этих от первой до семнадцатой вам не деться совершенно никуда. Потому что люди все равно будут к вам делить и просить удачу. Поэтому это выгодно муниципалам, потому что муниципалитеты объединяются, значит, стало быть, их становится меньше, власть на местах передается ТОСам, без воспитания ТОСов очень хорошие полы цены устойчивого развития. Значит, все получаются типа в одной упряжке и все вместе работают. Выполняется еще и глобальное сотрудничество. Неплохо это воспринимает область, но со стороны как бы какой? Наведение порядка в социальном секторе, с НКО и прочее, прочее. Потому что им передаются отдельные социальные программы. Значит, можно ли конкретно НКО передавать или нельзя? То есть, они деньги спустят песок. Для этого нужны как раз стандарты на систему менеджмента качества, внешнюю оценку этих и для них тоже понятен механизм социальных облигаций, потому что действительно многие социальные проекты требуют разовых инвестиций, которые вылетают за пределы дальше. То есть, вот на этом уровне поддержка есть. Значит, мы провели в рамках Московской торговой промышленной палаты ряд мероприятий в Туле. Вот. И будем еще продолжать. Есть пилотный регион подмосковный от Солнечногорск. Очень хорошо они восприняли идею внедрения ЦУР и собираются действительно двигаться. Там вдобавок еще под ЦУР хорошо налаживается взаимодействие с крупным бизнесом. Потому что извините меня, вот когда они пытались сунуться в Мерседес или в Икею, которые в этом районе находятся. Мерседес и Икею говорят, да пошли вы. Чего нам принимать участие в социальных программах в Солнечногорске каких-то? У вас там есть свои хотелки? Извините, у нас есть социальные проекты, мы будем делать их. И отстаньте от нас. Когда разговор зашел на тему ЦУР, оказалось, что им очень даже есть по поводу чего поработать. Я, большинство крупных современных компаний, выходящих на международный рынок. Вот это подчеркиваю. Уже не один год делают нефинансовые отчеты, которые посвящены достижению ими цели устойчивого развития. Вот откройте отчет подобный МТС, всем известный канал. А все четко. Мы для себя определили приоритетные ЦУРы, дальше они пишут какие. Вот по этой у нас вот эти социальные проекты, и вот социальные результаты. Вот по этой вот эти проекты, вот эти результаты, и т.д. То есть крупный бизнес, выходящий на международный рынок, уже во все в это дело играет. Почему они играют, тоже понятно, потому что если они в это играть не будут, то это приведет к падению курса их акций на биржах международных, на которых они вышли. А хороший социальный отчет и некоторый рост курсовой окупает в разы все их затраты на все их социальные проекты. Поэтому им это объяснять не надо, они все это делают, уже делали, делают, и будут делать, и т.д. и т.д. и т.д. Вот. Поэтому вот это очень хороший повод, потому что единый язык, универсальный, международный, на котором очень удобно всех сопрягать вот в это самое глобальное партнерство. Ну и поэтому я всех приглашаю к сотрудничеству в рамках вот этой рабочей группы по стандартизации, потому что там работы не переделать уж точно. можно вопрос? Да, да. Вот социальный капитал, а правильно я понимаю, что если вкладываться в людей, ну в развитие людей, там в обучение допустим, то значит этого человека не надо выпускать, потому что это утекание социального капитала? Значит первый момент, первый момент. До конца как правильно считать социальный капитал никто не понимает. Есть первые попытки. поэтому вопрос отработки методики он очень животрепещущий и на уровне международном, то есть ООН, ну и тем более на уровне национальном. Значит ООН дает коридор для стран. Да, то есть это не означает, что вот равняемся на группу четвертого человека, считая себя первым, и все строго идем вновь. определяем сами для себя приоритетные цели, вот как мы с ним в разе сделаем, да, определяем сами для себя приоритетные проекты, вот как 12 проектов определить, определяем сами для себя нюансы подсчет национального благосостояния, но опять же, да, вот все должно считаться, чтобы результаты можно было сравнить. Вот если методика абсолютно прозрачная и четкая, да, но это как вот с курсами валют, да, ну вот всегда можно пересчитать. Поэтому это вопрос, знаете, вот сейчас вам никто на него не ответит. вывернуть так, чтобы поставить запрет. Можно. А можно вывернуть так, чтобы не ставить такого запрета. То уже можно. Поэтому почему я вас-то приглашаю? Вы же четко все понимаете, как у нас обычно развивается ситуация. Да, вот мы подписываем обязательства. Мы в 15-м году его подписали. И все типа уснули. уснули, уснули, наконец президент топнул ногой и сдал указ на слегка пошевелились, потом опять за вот сейчас он носится по стороне, вот всех пекает, с собой возит, чтобы продвинуть вот это начало реализации национальных проектов, потому что все выделенные деньги, они в казначействе за стенкой в основном лежат. Еще до места не доходят. Ну хорошо. А вот эти все вопросы. Вот типичная нашинская ситуация, она тоже очень простая. Нужно дождаться прямого топа, не ногой, в диком темпе чего-то такое свалять, а потом годами расхлебывать последствия того, что криво свалять. уважаемые коллеги, ну давайте пожалеем нашего президента, у него скоро нога отвалится на всех топ. Вот давайте это сделаем заранее, давайте вы вот этот вопрос, вот эту методику, как правильно считать социальный капитал, напряжете голову и сделайте ее хорошую. Это политический вопрос. Да. Это политический вопрос. непонятно. Значит уважаемые коллеги, я вам отвечаю не как политики, я в этом ничего не понимаю. Не как экономист тоже ничего не понимаю. Я специалист по управлению, отвечаю вам как управленец. Есть каждый управленец знает, есть понятие технологической колеи. Вот он предложил методику расчета социального капитала. Да, 15 тысяч людей начали махать крыльями и вопить, что это все фигня, ерунда, что все не так, что все криво, что все косо, все надо переделать, но никто из них не предложил альтернативу. Поэтому, когда пыль улеглася, стали считать, как он предложил, потому что ничего другого-то нету тебе, а считать типа надо. А дальше, через 2-3 года, уже никто не будет вспоминать, что вот сколько было пыли, маханий крыл, воплей и прочее. Вот все будут по этой колее идти. если мы с вами умные, эту колею должны создать заранее.